Итак, друзья, с вами Рашнензук и Киброид, а мы продолжаем онлайн-мясо по игре Battlefield 3. Сейчас у нас будет захват, операция Огненный Шторм. Где, где Ветролёд? Ветролёд! А-а-а! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Хочешь садись ко мне? А, сейчас... А, ну как? Подожди. О, отлично! Сейчас мы попробуем всех нагнуть. Это уже похоже на вертолётную миссию из кооперативных заданий. Я вижу самолёт. Его надо нагнуть, что-то. Где эта, сука? Что-то пипикает, но я не вижу никого пока. Да вот прямо перед нами. Смолёт один не живёт. Что-то перезаряжается-то жестокое. Чёрт! Слушай, а я могу чем-нибудь стрелять ещё? Чёрт, чёрт, чёрт! Он спереди тут вертолёт едет. Внимание, мы захватили. А-а-а-а! Нам хана. Да выебёживались. Чёрт. О, мы захватили стройку. Надо же. Что-то захватывает точку А. И допустим... Блядь, а куда тут бежать-то сколько? Так, этот кто-то решил свалить, я так понял. Я пожал на танки погоди. А кто тут надо мной так страшно летает? Я пролёт. Я уберу лорда Скелетура. Отлично. Я помню этого персонажа из древнего мультика под названием He-Man. Был очень крутой мультик когда-то. Я тогда ещё в стол уходил. Блин, а я этот мультик так и ни разу не смотрел. Я знаю, что He-Man и Лунгрен играл в кино. Но и то я тоже не смотрел. Видно тут картинки? Ну да, я тоже помню этот фильм. Я очень уважаю этого актёра. Он крутой. Но фильм что-то как-то не очень выказался на танкере. Ну, как всегда. Кстати, такая даже игра выходила, по-моему, на PlayStation 2. Да, вот про игру ничего не знаю. Блядь, сука! Я в детстве смотрел другие мультики, такие как Макрон-1, Волтерн, Космический рыцарь и звёздный шериф. Макрон-1 он назывался. По дважды два показывали. Макрон? Да. Макрон-1 это роботек у нас, я так понял, назывался. Да, 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 да. Это после Макрона шло. В Макроне, в Макроне там такой был робот, его звали Макс Стар. Ай, ёпт! Макрон, Макрон-1 ты же главный босс в Quake 2. Ну, я Quake 2 не проходил, поэтому... Ничего я не могу сказать по этому поводу. Так, блин, ну где, где? Сесть что ли в самолёт? Пока никого нет. А никто чуть не садится в самолёт, и что странно. Да блин, в них играть тяжело больше. Я пытался как-то это убегать. Не знаю, не знаю. Ты же как-то хвалился в одном из выпусков онлайн-мяса, что ты крутой рейском бытович. Нет, я просто прошёл по следующей серии с комнатой, и всё. Ну, там совсем другое направление. Ах, под летнюю! Ну, тогда всё понятно. Это та, которая от South Horizon? Ну, ну. Это ж говно, это нифига не то, что... Короче, это нифига не есть сомбок. Ну, это типа Call of Duty на самолётах. Да, да, да. Ну, не знаю, мне понравилось, в принципе. Красивая игру. Я понимаю, что с тем, что он не играл в оригинал, им, конечно, всё это может понравиться, и это меня очень сильно печалит. Вообще, очень плохая тенденция намечается в современном игрострое. Оригиналы безбожно портятся. А те, кто не играл в оригинал, они считают, что так и должно быть, и это всё круто, игры хорошие, вот это меня так обижает вообще. Ну, ты подумай, о чём ты говоришь. Ты говоришь, оригиналы безбожно портятся. Оригинал ты всегда можешь взять и поиграть, а он не изменится. К сожалению, я не могу. К сожалению, оригинальных CS-комбатов я давно уже не имею. Ну, нет. Они остались на второй сонке. Как бы сейчас на третьей же можно играть в разные игры с PS2, с PS1, там продают же. Ну, конечно, не все. Это как это так? Чего? Как это в них можно играть? Ну, их же продают, можно покупать по PS2, классику-то. Да, если бы там продавали все игры, там ты прикол. Может, постепенно начнут. Ну, да, я тут копался, как-то купил. Хотел себе записать какой-то тигру скачать, да. У меня на это надежда есть, но... Цель была нейтрализована, прием. А, ну, че-то, че-то, я захватываю флагболь. Бля! Бля, 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 бля. Ну, я помню твое негодование по поводу резидентов тоже. Как бы тебе запали в душу старые, не буду эти. Ты не можешь простить... Вот, кстати, хорошо, что есть возможность купить все оригиналы в резидентах, и даже код Вероника, я его недавно прошел, чему очень рад, по-новому, конечно, прошел. Ну, тебе понравилось, на PS3-то, как его портировали? Ну, можно было сделать, конечно, и лучше, а особенно халтурно о них делали ролики. Это вообще какая-то шопа. Таких квадратных роликов я еще не видел никогда. В плане того, что... Ну, как сказать, качество картинки хреновое, или, ты имеешь в виду, что графика старая? Качество роликов. Графика, в общем-то, она осталась старая, понимаешь? Но ее просто довели до состояния HD. А вот ролики, их не смогли довести, видать, до состояния HD, но первые несколько роликов еще кое-как нормально сделаны. А вот последующие, это какая-то жесть, там настолько все квадратное. Это силиконовые ролики. Кстати, это самое, вот я в участке Killzone прохожу это переиздание с второй Соньки HD. Вот игру-то нормально тоже сделали, а вот видеозаставки там в очень низком качестве как-то портировали тоже. Там, ну, пикселялы какие-то они вообще, видимо, старались, чтобы объемы игры был меньше. То есть игра где-то 3,5 мега весит всего. И, видать, ролики очень сильно ужалишь, чтобы она поменьше весит. Наверное. Даже смотришь, ну, выглядит хуже, чем было во второй Соньки HD. По нам снайперу лупит. Оба, едет танк. Танк, ты иди, не щелкать, парни. Замираем же. Где он, где он, где он? Вон там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я его потерял, мало. Над номером взлетался вражеский вертолет, я из-за него ни хрена не слышу. Опа! Меня снайпер подранил вообще жестоко. Кто бы дал аптечку? Блин, могу дать только патроны. Я не знаю. Чувак, раскачивал бы ты. Отлично, башни. Жизнь заквачена, возвращаемся. Жук, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Стоять, стоять. Блядь! Это, кстати, был мой друг, Роус Хак. Он меня задавил. Да-да, он и меня тоже убрал. А ведь надо было его брать все в команду. Я просто видел сообщение, что он прислал, да, можно с вами играть, типа, буду. И, видать, его закинул в противоположную команду. А так бы был неплохой помощник. Ну, возможно, сейчас играть с нами, потому что все заполнено. Ну, да-да. Я понимаю. Сейчас бы мы с ним вместе на танки давили. Так, я сел выстребитель, и поэтому я сейчас буду нагибать танки. Смотри, я тоже на танки, там у меня не на месте ничего. Да как я, в захват попадают только чужие танки. И то, не всегда получается. Внимание, цель потеряна. А все-таки Killzone первый шикарен. Сейчас тут прошел уже, наверное, больше половины игры. Блин, нравится мне все-таки. Не знаю, не знаю. Это мое одно из разочарований на PS2. Опять разбился. Графика там, конечно, хорошая, но игра скучная просто для ужаса. Ну, это стеркало. У тебя только что разбился вражеские комикады. Да, он не попал. Я люблю Killzone за атмосферу. Есть такие игры, которые... Может, только ради атмосферы. Атмосфера, да, там есть. Но, увы, это все, что там есть. Атмосфера, игра. После, наверное, Killzone только в Battlefield не смогли какую-то похожую атмосферу военную такую сделать реалистичную. Ой, да брось ты, в Battlefield вообще атмосферы никакой нет, ты что. Не, а в третьем почему уже? Есть реализм такой, давайте. Да ну, брось ты нафиг. Так, скелетер мне отомстил. Я реально лошара, я стрелял в него в упор из автомата, промахнулся, стрелял из пистолета, промахнулся. Он подраненный меня убил. Нормально, чувак. Садись ко мне в вертолет. А где ты, епать? Я сзади тебя. Давай, давай, сейчас бегу, подожди. Стой, 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 это не я. Поздно, поздно, все, ко мне уже сели. Блядь, я танк сейчас уйду. А что танк не угнали, пока я тут бегал? Блядь, я танк сейчас уйду. Какой-то сзади тебя стремитель. Да-да-да, я уже понял. Ух ты, блядь, тебя сбили, епт. Я не понимаю, как так у людей получается? У меня вообще не получается. Идет, любите, да, без вертолета. Так. Так, ну у нас сейчас уже все. У нас осталось 15 человек. У нас не закончено ни одной точки. Очередной раз показывает. У меня на старте прямо стоит. Стоят трое придурков. Один только что разбил там мой танк. Ну, короче, все понятно, с кем мы играем. Так, меня взяли на прицел. Я вертолет заебашил с танком. В последствиях неплохо было. Не успел танк уничтожить, а. Ну, ладно, проиграли, так проиграли. Ты смотри, а! Опять я на третьем месте. Это при этом, что я вообще не напрягался. Господи, с кем мы играем? У нас уже получается не игра, а диалоги об играх. Ну, что в принципе тоже неплохо.